МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси, главнокомандующий Узбройными силами Александр Лукашенко, завтра приме удел у сумесном стратегичном учене Узбройных сил Беларуси и России «Захад-2017». Об этом поведомили у пресс-службы беларускага лидера. Плануется, что керавник державы будет надзирать за одним из головных эпизодов на Борисовском полигоне. Нагадаем, улучшениях заденечено амаль 13 тысяч военнослужащих, 370 одинок бронетанковой техники, до 150 одинок артиллеры и реактивных систем залпового огню, больше 40 самолетов и вертолетов. Запрошены некольки десятков наглядальников, а кредитована больше 270 замежных журналистов. Протягиваем выпуск. Первый наместник керавника администрации президента Беларуси Максим Рыжанко на этом тыдне проведе прием грамадян у двух районах Гомельской области. 21 вересня он сустренится с насильницей у Житковицким райвыканками. Прием будет ладиться с 11 до 14 годин. По передней записи ожитявляются по номеру телефона 2-19-88. 22 вересня с 9 до 12 годин Максим Рыжанко проведе прием у Петриковским райвыканками. Записаться на особистую сустречу можно по телефоне 5-12-10. Подрыхтолка Гомеля до тепляльного сезона на финишной промой. Большаясть доведенных заданий выкана на 100%. Такая информация гучена сегодня на поседжении Гомельского райвыканками. Доклад зарабил генеральный директор Гомельской городской ЖКГ Виктор Кулага. По его словах, уходе подрыхтолки до тепляльного сезона великая увага надавалася жильевому фонду. Адрамонтована 86 тысяч квадратных метров дахов. Ревизию пройшли больше за 1700 тепловых пунктов. Утеплены 60 жилых домов. Завершаются работы по проведению у належный стан дорожно-мостовой господарки. На сегодня выполненный ямочный ремонт 20 тысяч квадратных метров дорог. Заменена 70 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Нарыхтована амаль 9 тысяч тонн пешано-соляной сумеси. Целком выкананный план по капитальным ремонте поветранных линий электроперодаж, трансформаторных подстанций и размирковальных пунктов. Поспехово завершена реконструкция Гомельской ЦЭЦ-1. Нагадаем, она проходила с Кастрышника 2015 до лепеня этого года. И одно из головных пытаний – обновление тепловых сеток. Что год у областных центра заменяют минимум 4% коммуникации. Так за прошлые 7 годов обновили больше за 180 километров тепловых сеток, 25 сеток – селитом. Комплекс проделанных работ позволяет нам с уверенностью говорить, что город реально подготовлен к работе в зимних условиях. Все теплоисточники и потребители тепловой энергии своевременно подготовились и получили паспорта для работы в зимних условиях. Конечно же, есть определенные проблемы. На сегодняшний день более 50% тепловых сетей имеют предельный износ. Поэтому, конечно же, балансодержателям тепловых сетей необходимо учесть практику прошлого топительного сезона и обеспечить стабильную безаварийную работу тепловых сетей в зимний период. 28-го вересня фонд «Гомель Аблмайомость» проведя аукцион по продаже объектов нерухомости. На торги выставить 11 слотов. Цена, прикладная на половых их, будет снижена на 80%. На остальные – от 20 до 50%. У основным объекты знаходятся у Гомельским, Жлобинским, Лоевским, Калинковичским, Октябрьским и Житковицким районах. Их размещение у сельской мясовости мает свои переваги. Будинки продаются без платы за право заключения договора аренды земельных участков. Затекавленным необходимо поспешаться, потому что прием заяв завершится 26-го вересня. Подробную информацию можно найти на сайте фонда альбо отримать по номерах телефонов у Гомеле 70-38-49 або 70-36-43. До других тем выпуска. У Гомельской области средняя урожайность цибули на 20% высшая за леточню. Подадзенных на сене, а гэта и культура убрана на 70% площадью. Сабрана каля 14 тысяч тонн. Нядренные виды на урожай и по инше Гароднине, массовая уборка якой, где у регионе. Наприклад, урожайность капуста и бураков на 45% высшая за минулогодню. Нядренна уродила морква. Зеленокагороншку, уборка якой в области уже завершена, собрана на 600 тонн больше, чем летось. Хоть кончатковый прогноз по воловым сбору Гароднины рабить заучасно, специалисты сельской господарки упыльнены, что он будет не ниже, чем у минулым годе. Патрэбы мясцового насельництва аграры измогуть задаволить у полным объеме и практически до наступного урожаю. У приватности Цибулі плануется собрать больше за 20 тысяч тонн. Тады, як потребы в области оценюваются у 12 с половой тысяч. Частка свежегороднины уже на полицах магазинов. Саправды, массовая ее реализация будет идти на кермашах. До конца осени у городах в области их проведуть больше 1 тысячу 200. Заплановано каля 300 поширенных кермашов выходного дня. С початку грыбного сезона 10 же хоров нашей в области заблукали у лесах. Правооховники занепакоены ситуацией. Походом за грыбами спрыяю теплые надворья и новые выпадки зникнения людей отбываются амалькожные сутки. Правооховники застерогают от тихого полевания пожилых людей, які мают проблемы со здоровьем. Почас визиту у лес необходно обовязково брать с собой пятную воду, мобильный телефон, проверить зарад батареи. И поведомить близким об маршруте подороже. По статисты цеминовиты пенсионеры у лидерах по колькости проведенных пошуковых мероприемств. Как пример, одна из пожилых женщин в Калинковском районе, когда мы ее уже нашли, рассказала о том, что она не взяла с собой сотовый телефон, боясь, что она потеряет его. Не нужно этого опасаться, нужно брать с собой мобильный. Почему? Потому что даже если вы находитесь вне зоны сети сотового оператора, вы имеете возможность набрать телефон 112, который в любом случае сработает, и вы сообщите свое местонахождение, или же мы принимем меры для того, чтобы вас найти. Лепшие огнеборцы в области собрались на навышальном полигоне гомельского филиала Университета громадянской обороны. Там пройшли командное споборненьство работников газодымоохолной службы. Баталии изъявляются традиционными и проходят на протягу некоторых десяти годов. Все летоудельниками споборненьства устали 40 сопрацовников 8 подразделений МНС региона. Им было необходимо пройти 4 этапы. Найбольше видовищное – передоление эстафеты, пошук потерпелых и проходжение лабиринта у дымокамеры. Наша дымокамера – это то, что за моей спиной, она является лучшей в области и одной из лучших в республике. Здесь созданы все условия, которые максимально приближены к боевым. То есть здесь и повышенная температура, и условия задымления, и повышенные нагрузки. По выниках споборненьства у тройку призеров замыкает команда лельческого подразделения МНС. Другое место у команды пожарно-аварийно-воротовального отрада номер 3 города Речицы. Первой мошцами стали гамельчане – сопрацовники городского подразделения МНС. Вискатание шин и захопляльные маневры – пляцовка перед палацом водных видов спорту у Гомеле знов стала аутодромом для удельников споборненьства спортсмены за бяспеку дорожного руху. Дарыша, в этом году акция проходит в 15-й раз. Гомельский этап споборненьства – пахуткасный маневрование 4-й полику. Его головная особливость – трасса. Пляцовка для палацов водных видов спорту – самая маленькая по площади. И тут на первый план выходят не техничные характеристики автомобиля, а мастерство пилота. С этим у белорусских мастеров руля проблем нема. Яны виртуозно передольвают богатую на крутые виражи трассу. Дарыша, подлежить колькость аутоматоров и профессионалов, яке за 15 годов пройшли празд горн акции спортсмены за бяспеку дорожного руху, тяжко. Ликиде не на одну сотню. Пытался подсчитать и количество людей, прошедших через наши соревнования. Когда цифра дошла где-то 280, я понял, что не успею подсчитать все к сегодняшнему дню. Оставил эту затею. Но я предполагаю, за 15 лет мы подготовили где-то порядка, наверное, 400-500 спортсменов. Участников, которые ушли либо в атоспорт дальше, либо просто повышали свой уровень вождения. Задача подчас заезду – ехать, как мога, худше и при этом не пересекать межи трассы. За каждый сбитый конус – штраф у некольки секунд, яке прибавляются до выникового часу спортсмена. Переможцем гомельского этапа у аматорским залику стал Андрей Либман. У абсолютным – Дмитрий Баркан. Наступный этап акции отбудется 23 вересня у Барановичах. Финал 7-го Кастричника у Минску. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомит Максим Савин.